Это что за очаровательный мишка с длинным хвостом и милой мордочкой? Не гризли, не бурый, не полярный, не гималайский. Дело в том, что это вообще не медведь. Перед вами кенгуру, только древесный. Честное слово. Вот доказательства. Он может похвастаться модной сумкой, в которой носит свое потомство. После рождения малыши путешествуют в сумке матери до 13 месяцев. Обитает древесный кенгуру не в Австралии, а на полуострове Папуа-Новая Гвинея в лиственных и тропических лесах и большую часть своей жизни проводит на деревьях. Средняя продолжительность жизни древесных кенгуру в дикой природе около 14 лет, а в питомнике около 20. Спускаются на землю эти плюшевые зверьки только на водопой или чтобы пополнить запасы питания. Отличительная их черта – густая шелковистая шерсть. Нижняя часть конечностей – уши, ребра, живот и хвост золотистого оттенка. Все остальное – рыжего или коричневого цвета, за исключением темной полоски на спине. Уши древесного кенгуру небольшие и очень напоминают медвежьи. Изогнутые когти и мягкие подушечки на лапах помогают свободно передвигаться по деревьям. По сравнению с другими видами кенгуру, эти сумчатые животные очень сильные и ловкие. Длинный хвост помогает им сохранять баланс, когда они стремительно передвигаются в кронах деревьев. Удивительно, что они способны прыгать с высоты 9, 15 и даже 18 метров. Бесстрашные создания, хотя размер древесных кенгуру намного меньше, чем у австралийских. Длина тела около 80 сантиметров, длина хвоста до 90 сантиметров. Самец весит до 11 килограммов, а самка – до 9. Размерами они почти не отличаются, но все особи этого вида обладают довольно важным механизмом адаптации к окружающей среде. В разные сезоны года и в холод, и в жару эти животные способны поддерживать нормальную температуру тела. Они не потеют, а чтобы защититься от перегрева в жаркое время, облизывают себя. Так они охлаждаются. Древесные кенгуру – животные некомпанейские, стремятся жить в одиночку или в очень маленьких группах. В дикой природе питаются листьями, плодами и цветами. В зоопарке основной рацион – яблоки, морковь, картофель, кукуруза в початках, а еще в ветке разных видов деревьев – вяза, ивы и других. Если говорить об известности, этот вид кенгуру, ну, совсем не распиарен. Хотя, согласитесь, он ничуть не хуже, чем знаменитый австралийский. Существует древняя легенда, объясняющая причину появления древесного вида животных. Когда-то люди жестоко истребляли кенгуру, и потому те стали пугливы и прятались от них на деревьях. Так и появились древесные кенгуру. Правда это или нет, мы, конечно, не узнаем. Но и сегодня эти кенгурята прячутся от людей, очень привязаны к своей территории и обозначают границы. Так что жителям Папуа, Новой Гвинеи, чтобы полюбоваться древесным кенгуру, нужно обзавестись мощным биноклем. Хотя и в этом случае заметить симпатичных малышей в густой кроне высоких экваториальных лесов не так-то уж и просто. Продолжение следует...